Еще недавно во дворе дома 40А на улице Тухачевского на прилегающей площадке, где автомобилисты оставляют свои машины, была яма. Провал образовался после утечки на бесхозных коммунальных сетях. Теперь о былой проблеме ничего не напоминает. Дефект асфальтового покрытия устранили в кратчайшие сроки после того, как жители рассказали об инциденте в Твиттере. На жалобы жителей стараемся реагировать естественно оперативно. Передаем информацию либо управляющим компаниям, которые обслуживают эти дома, либо соответственно тем организациям, за которыми закреплены данные территории. Устранили проблемы и во дворе дома на Гагарина 21. Горожане неоднократно жаловались на состояние внутриквартального проезда. В прошлом году Елена Лапушкина встречалась с жителями этого дома и дала поручение районной администрации провести необходимый ремонт. Сегодня здесь уже новый асфальт. По территории удобно передвигаться и пешеходам. Управляющая компания максимально бережно проводит уборку, чтобы не повредить покрытие специализированной техникой. Возле школы номер 116 на улице Мяге благоустроили территорию. На месте незаконных гаражей проложили тротуары и высадили молодые деревья. У нас липа здесь. Липа? А с этой стороны тоже липа будет? Тоже липа будет. Ну да, было. Ну, логично. Ага. Почему их разные? Ну, как-то. Люди-то оценили, нет? Оценили, оценили, да. Очень нужна была эта дорожка. Особое внимание глава Самары Елена Лапушкина уделила состоянию проездов и тротуаров на пути к медицинским учреждениям. Из-за временного потепления снег начал таять и на парковках образовалась неприглядная картина. Посмотрела знаковые медицинские учреждения в этом районе. Это кардиологический диспансер, это 13-я поликлиника, это диагностические центры. По 13-й поликлинике по кардиологическому диспансеру серьезных нареканий нет. Подходы, подъезды, тротуары чистые. Парковочные карманы уже техника выехала, сейчас будет чиститься. Елена Лапушкина поручила главе железнодорожного района Вадиму Тюнину организовать работу по уборке парковочных карманов и оказать максимальное содействие медицинским учреждениям. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашев, Константин Головин. События.